Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня поговорим о болезнях. О болезнях таких души. Мы говорим ведь о душе, я не врач. О таких душевных болезнях, как грусть, холодность и проистекающая от нее равнодушие. Это действительно духовные болезни, серьезные духовные болезни. И потому, как вредные вещества разрушают озоновый слой, то нездоровое мышление, вот такие вот, ну, то, о чем мы говорили, разрушает вашу ауру. Вашу защиту. Израиль Балшемтов, основатель движения хасидизма, говорил, что грусть это не грех. Но она хуже всякого греха. Если грусть обладевает сердцем человека, он способен на любой плохой поступок. Грусть приводит к еще большему несчастью, к холодности. Холодность противоположна жизни. Любавический Рэбб сказал, от холодности до ереси один шаг. Сказано ему, Бог всесилен, твой огонь пожирающий. В книге Дворим. Божественность это огненное пламя. С пылающим сердцем человек должен молиться, изучать Тору. Человек должен гореть в этом мире. Он не должен сидеть где-то там и думать, что его это не касается. Мы сталкиваемся с этим явлением почти регулярно. Мы видим какую-то беду иногда в своем окружении. Или не дай бог происходит какой-то тяжелый случай. Несмотря на это мы продолжаем свою жизнь, как будто ничего не произошло. То есть мы не реагируем на это, нас не касается и ладно. Как будто неужели мы не понимаем, что все, что мы видим, слышим, это все предупреждение от Всевышнего. Даже если это непосредственно в эту минуту нас не касается. Может быть он желает, чтобы мы изменились лучше, мы укрепились в вере, улучшили поступки. И чтобы с нами ничего подобного не происходило. Надо ответить себе на вопрос, для чего это знание и события зашли в мою жизнь. Случайного ничего не бывает. Сегодня вот вне пандемии мы видим, как страх перед вирусом сменяется равнодушием. Или даже игнорированием. Раз я не болею, меня это не касается. Сказаны очень тяжелые слова в Торе. Может быть среди вас есть корень ядовитого растения. Если он услышал слова, заклятие, благословит себя в сердце и скажет, что со мной такого не произошло. Буду жить и дальше по прихоти своего сердца. Если человек верит, что все беды мира его не касаются. И то, что происходит с кем угодно, никогда не произойдет с ним. Ну, я не буду даже называть этого человека. То есть тот, кто верит во все эти слова, видит страшные упреки Торы. Видит беды и вокруг себя. Видит мир и беды. И остается равнодушным, считая, что просто у меня будет это хорошо. Да это страшная ошибка и от нее продостерегают нас. Это не прихоть и не желание вообще вот просто оглядываться на беды другого. Наши обязанности к нашим близким являются частью наших обязанностей по отношению к Богу. А иногда опережают их. Вот это вот все надо понять. Сказаны слова «А теперь не унывайте» в Торе. Что имеется в виду? Рабик Гаон из Джербы написал книгу такую, Даркей Маше. И он рассказывал о разной пропаде. И он на этой недельной главе нашей говорит следующее. «Теперь не унывайте. Нет ничего хуже уныния». И пишет он следующее. «Если человек призадумается, то увидит, что у него нет никаких причин унывать. Ведь одно из двух верно. Или печальное событие, которое происходит, является расплатой за предыдущий грех. Либо подготовкой к будущему благу. В обоих случаях нечего грустить. Когда человек едет в автобусе, например, платит за проезд, он не горюет. Потому что он знает, за эти деньги он проезжает к желаемому пункту. Если едешь в такси, ты тоже не грустишь. Потому что получаешь взамен какие-то услуги, взамен денег, которые ты заплатил. То же самое с любыми событиями в нашей жизни. Либо мы когда-то наслаждались тем, что запрещено. А теперь от нас требуют расплатиться за то, что было. Либо это подготовка к будущему благу, так устроен этот мир, и так это все написано. Как продажа Иосифа, которого отец и братья не могли долго видеть, переживали, а он спас их от голода, всю семью. Еще написал Раб Маша в этой замечательной книге. Если человек ехал, а теперь ему надо платить. Он не может отказаться от оплаты. И не может переживать, и не должен переживать по этому поводу. Теперь давайте вернемся к началу. Почему же мы страдаем, когда наказание настигает нас? Понятно, что мы люди. Но вдумываться в это мы должны. Написано, что страдание добавляется к нам, когда мы видим страдания других и никак на них не реагируем. Но в любом случае, когда какая-то неприятность происходит, мы должны обратиться к молитве, попросить прощения и радоваться, потому что Ашхина приходит в радости. Не унывайте, не зря сказал он в этой книге. Потому что радость Божья, слушайте, что написано. Радость Божья, крепость ваша. Нехемия, пророк Нехемия. То есть, когда ты видишь, что все вокруг рушится, когда нет опровода никакой, вспомни, радость, это опора, причем не наша, а Божья, а значит еще сильнее. С этим согласны не только ученые-талмудисты, с этим согласны все врачи, мудрецы, царь Соломон, все учителя закона, все они написали. Беспокойство и уныние подобны принятию яда. Даже если человек продолжает тревожиться, и пока здоров и все нормально, нет сомнений, что его силы убывают. Это произойдет и с телесными силами, и с материальными, и с разумом, и с души. То есть, представляете, величайшая заповедь всех времен и народов, постоянно пребывать в радости. Написано, служите Богу в радости и предстаньте пред Ним с ликования. Это единственный вариант, я не знаю, как, чтобы выйти из вот этой встречи благополучно. Мы должны понимать, что если даже мы что-то делаем не так, то у нас есть время исправить. Главное смотреть на этот мир улыбающимся взглядом, брахава от слаха и хорошего дня.